Как сделать так, чтобы продажи вашего смартфона увеличились, если вы крупная компания? Возьмите свой самый крутой флагман, усовершенствуйте его, но продавайте по той же стоимости, как и предыдущую модель. Так же и сделала компания OnePlus. И что из этого получилось, мы сегодня с вами и узнаем. А вы на канале sibdroid.ru и мы начинаем! Не могу обойти стороной дизайн хотя бы потому, что в руках у нас так сказать Special Edition, а вернее OnePlus 5T Red. А это означает, что вся его задняя сторона красная и это великолепно. По сути дизайн не изменился и остался таким же, как и у пятой версии, но красный цвет идеально подчеркивает всю красоту девайса. Более глобальные изменения перешли на экран устройства. Диагональ выросла с 5,5 до 6 дюймов, а соотношение сторон увеличилось до 18 к 9 вместо 16 к 9, как у флагманов Google Pixel 2 XL и LG V30+. Корпус стал выше на 2 мм и шире на 1 мм. На бумаге мизер. На практике из-за огромного дисплея разница все же заметна. Если у OnePlus 5 еще можно было управлять одной рукой, то здесь это вызывает небольшие сложности. Дотянуться до верхнего угла проблематично. Надо перехватывать аппарат на пальцах. Занятие для смелых. На презентации смартфона особое внимание уделили матрице Optic AMOLED, так как она была произведена компанией Samsung специально для OnePlus. OnePlus 5T удивляет своей точной цветопередачей. Даже более подробное тестирование выявило отличное соблюдение баланса в этом вопросе. В настройках можно отрегулировать текущую температуру цвета. Она изменяется на слайдере от холодных к теплым оттенкам. Также присутствует режим защиты зрения, перекочевавший сюда из OnePlus 5. В целом, экран новинки вполне отвечает своей цене. Некоторые могут справедливо заметить, что в этом случае OnePlus могли бы наделить его QHD разрешением. Однако такое решение очень невыгодно, сказалось бы, на продолжительности автономной работы девайса. Да и Full HD Plus разрешение здесь выглядит очень хорошо. OnePlus называет технологию разблокировки по лицу Face Unlock. Не путать с Face ID от Apple. Там инфракрасный датчик сканирует лицо по точкам и создает 3D-модель, а Face Unlock использует фронтальную камеру и сканирует плоскую картинку. Это важно. Технологию от OnePlus нельзя использовать для защиты данных. Мошенник может поднести к камере ваше фото и система его пропустит. Покупка приложений, бесплатная оплата, тоже мимо. Face Unlock годится только для разблокировки смартфона. Разработчики так и заявляют. За безопасность не ручаемся, но удобство и скорость гарантируем. В продаже есть две версии OnePlus 5T с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, либо 8 и 128 ГБ. Производители стали просто запихивать оперативную память в таких масштабах, что возникает вопрос, а что вообще с ней делать? Но лучше так, чем если бы ее не хватало. Коротко о производительности OnePlus 5T. Хватит надолго. Это топовый флагман, который тянет все современные игры и будет тянуть еще несколько лет. При долгой нагрузке корпус не греется, а мощность не проседает. В итоге OnePlus 5T можно с полной уверенностью назвать одним из лучших геймерских девайсов. Любая игра из Play Market будет иметь стабильно высокий уровень FPS при любых условиях. Новинка также прекрасно работает с интерфейсом. Разработчики избавились от неприятного подтормаживания при прокрутке списков, как это было у предшественников OnePlus 5T. Бум сдвоенных камер уже вполне можно назвать тенденцией. OnePlus не отказалась от затеи с двойной камерой, но второй модуль теперь работает по-другому. У OnePlus 5 был оптический зум. У OnePlus 5T обычная камера на 20 мегапикселей, но со светосилой f1.7. Эта камера включается, когда освещение вокруг падает ниже уровня 10 люкс, то есть ночью. При этом 4 пикселя объединяются в один, так снимок становится светлее. Зум никуда не исчез, но теперь он цифровой. Кадр попросту обрезается. Если уйти от теории, получается вот что. Прогресс по сравнению с OnePlus 5 есть. Чуть лучше съемка в темноте, чуть выше динамический диапазон на зумированных кадрах. Блики и засветы от фонарей теперь появляются редко, только при жестком контровом свете. А вот портретный режим подтянули заметно. Алгоритмы стали лучше распознавать края объекта, особенно волосы. Снимок получается с фокусным расстоянием в 27 мм, тогда как портретным считается 50 мм. Поэтому надо делать поправку на перспективу. Зум в этом режиме не работает. В вопросе камеры у OnePlus 5T нечего предоставить в противовес флагманам от Apple или Samsung. Смартфон делает неплохие фото, но при этом немного размывает мелкие детали и иногда промахивается с цветовым балансом в плохих условиях освещения. Как и предыдущие смартфоны этого производителя, OnePlus 5T не разочаровывает в плане автономности. Компания оптимизирует свое программное обеспечение, чтобы расход энергии был минимальным. Пока Samsung тратит время на ненужные большинству ассистент Bixby, OnePlus доставляет полезные возможности. OnePlus 5T получил емкость на 3300 мАч, что вроде и не очень много, но на деле заряда уверенно хватает до конца дня при 6 часах активности дисплея. Главной фишкой является фирменный стандарт зарядки Dash Charge. Уже спустя полчаса набирается 60%, а за 90 минут аккумулятор заряжается полностью. Это спасает, когда торопишься, но нужно успеть хоть немного зарядить телефон перед выходом из дома. Всего 30 минут и заряда хватит до конца дня. При уверенном использовании можно рассчитывать на 2 дня автономной работы. Стоит ли брать OnePlus 5T? Определенно да, если у вас более слабый девайс, или вы хотите что-то топовое, что может быть таковым еще пару лет. Пока некоторые флагманы стоят больше 60 тысяч рублей, OnePlus 5T предлагает те же характеристики и стильный дизайн по меньшей цене. Я рекомендую этот смартфон всем, кто ценит в смартфонах мощность, удобство и доступность. А приобрести OnePlus 5T вы сможете в нашем интернет-магазине sevdroid.ru по очень привлекательной цене. А чтобы она стала еще более привлекательной для вас, советую вам воспользоваться промокодом, который есть в описании. И поспешите, действует он только для первых 10 покупателей, которые его используют. И да, действует данный промокод на все смартфоны в нашем магазине. Все ссылки вы найдете в описании. Дорогие подписчики, благодарю вас за просмотр. Если данное видео пришлось вам по вкусу и было интересным и полезным, то не поскупитесь поставить лайк и подписаться на канал. Также пишите свои мысли в комментариях, что вы думаете по поводу OnePlus 5T и хотели бы вы его себе или нет. А с вами был Игорь и интернет-магазин sevdroid.ru. До скорых встреч!